Привет, друзья! Сегодня мы вот здесь, в саду, на природе, будем готовить икру заморскую, баклажанную. На мой взгляд, это одно из самых простых блюд в приготовлении, и поэтому, смотри на меня, делай как я. При покупке баклажана надо смотреть вот на плодоножку. Плодоножка должна быть свежей, не засохшей. Как только плодоножка засохшая, это уже баклажан старый. И еще надо вот так вот его пробовать по как бы плотности. Если баклажан такого блеклого, пятнистого цвета, да еще и со старой засохшей плодоножкой, это баклажан лежалый, но не с первой свежести. Такой брать, конечно, не стоит. И то баклажанная икра не имеет какого-то строгого определенного рецепта. Баклажаны составляют третью часть закладки овощей. Вторая треть это лук, морковь, болгарский и горький перец. А остальная часть это, конечно, томаты. Еще понадобится масло растительное и перец душистый молотый. Для приготовления икры все составляющие вот эти нужно нарезать мелким кубиком. Чтобы приготовить баклажанную икру, не нужно обладать никакими особыми кулинарными талантами. Это блюдо, которое получается всегда. Так, наша печурка на взлет, казан уже на месте. Я заливаю масло растительное. Здесь следует соблюдать одну закономерность. Если вы намерены приготовить баклажанную икру с целью закатать в банки на зиму, следует наливать растительного масла больше, чем обычно для повседневной еды. Первым делом закладываю лук. Лук следует поджарить до прозрачности. У молодого баклажана есть еще одно преимущество. Дело в том, что баклажанная горечь, она содержится в семенах. А у молодого баклажана семян практически не бывает. Все проблемы решаются молодым баклажаном. Так, следом засыпаю морковь. Хватит. Ребята, все остальные составляющие засыпаются в произвольной очередности. Но я, допустим, предпочитаю сначала томаты. Томаты дадут сок, перемешаются с жирком, и вся эта композиция будет равномерно кипеть в жидкости. Знаете, кое-кто предпочитает томаты измельчать на мясорубке, на блендере, ну вот так. То есть заливать уже томатный сок. Я не разделяю этого мнения и стараюсь всегда нарезать их кубиками. Они перекипят, они потеряют свою форму, но останется вот эта как бы неоднородность. Я люблю, чтобы икра была неоднородной. Не была вот такая как фабричная кабачковая равномерная шлифта. Я люблю, чтобы икра была ну как бы многоцветной. Ну и, конечно, горький перчик. Я предпочитаю, чтобы икра, баклажанная, была остой. Горький перец. Засыпаю баклажаны. И сладкий перец. И уже пошел вкусный-вкусный аромат. Засыпаю перец горошком, где-то чайная ложечка. Накрываю крышкой. И кипеть этой икрине менее часа. Нужно, чтобы все составляющие, морголка, семена баклажана, вот все составляющие должны конкретно так прокипеть, насквозь прокипеть. Ничто не должно остаться полусырым. Это важно в тех случаях, если икра пойдет на консервацию. Икры переваренной не бывает. Ну, конечно, без фанатизма, в разумных пределах. Только не забывайте время от времени помешивать. Когда икра сварена до полуготовности, можно начинать солить. Ну, я для начала насыпаю ложку соли. И две ложки сахара. Сахара хватит. А соль окончательно уже буду определять на вкус. Ребята, пробуйте. Если икра вам покажется кисловатое, добавляйте еще сахар. Не стесняйтесь. Ребята, отдыхайте вкусно летом. Но не забывайте, что будет и зима. Так что позаботьтесь о будущей зиме. Зима. Продолжение следует... Продолжение следует...